Привет, друзья! С вами Greenland. Сегодня у нас обзор и обозревать мы будем Майки Турфлайтл, или Майки Черемуху, как переводили в дубляже. Черемуха! Черемуха! О, есть! Круто! Классно! В таком костюме Майки появлялся в нескольких сериях. И сначала этот костюм был придуман для того, чтобы приманивать Кирби Бета, мутировавшего отца Айприл Анил. И я приманка. Тут написано Turtle Flying Bad Bite. Летучая черепашья приманка для летучих мышей. Произвела эту фигурку фирма Playmates. Упаковка довольно-таки стандартная. Передний прозрачный блистер, где мы видим саму черепашку. И на самой упаковке сверху все четверо черепашек-ниндзя по версии 2012 года от Nickelodeon. В верхней части коробки отличная карточка, которая рассказывает нам о том, кто такой Майки Турфлайтл. А в нижней части коробки представлены другие представители серии от Playmates по сериалу. Майки уже не терпится выбраться из упаковки и давайте поможем ему в этом. Кстати, крылья запакованы отдельно. Они отсоединены от самой фигурки. Вот тут Майки, вот тут крылья. Вот наш Микеланджело выбрался из своей коробки и давайте будем разбираться со скульптом. Скульпт это один из вариаций скульптов Майки, к которому просто прицепили сзади вот такой вот пояс с этими руками, которые прикреплены на таких трубках. Это высший класс! У нашего Майки очень радостная физиономия и на голове у него очки и приспособление, которое вместе с очками крепилось к его голове в мультике. Это такие усики или рожки, которые изображают, что он все-таки какое-то насекомое и должны привлекать кирби летучую мышь. Они очень просто снимаются, эти усики. Вот смотрите, как они выглядят. Это очки с такими огромными глазницами и усики. Они мягкие, резиновые и тут есть крепление на повязку с этой стороны, а тут просто резиновые вот эти рожки, усики с такими шариками. Одеваются они на голову Микеланджело и надо попасть там на повязку и натянуть его вот так вот на глаза. Держатся они довольно-таки плохо. Они совсем не держатся за повязку, они мягкие и они, я думаю, во время игры они постоянно будут слазить. На полке стоять он вполне сможет в них, но для того, чтобы полноценно им играть, совершенно не продумали плеймейтцы этот механизм. Просто условно у него вот такая маска. Вот как она на нем сидит. Традиционный окрас у Микеланджело. У него желтое брюхо, зеленый цвет кожи, коричневый ремень, коричневые накладки на коленях и все намотки покрашены коричневым. В отличие от оригинальной серии, где на руках были покрашены намотки белым, тут на руках вообще решили не красить. Вот они зелеными их оставили. А зачем? Это же уже не основная серия. Клиент и так пошел, поэтому плеймейтс, как всегда, по покраске отличился своим пофигизмом. С обратной стороны у нас просто прицеплен этот пояс. Эти руки тоже резиновые. Выглядят они как перчатки, прикреплены на трубки, как и было, насколько я помню, в мультике. Вот так они болтаются внизу. Никакого функционала они не выполняют вообще. Просто болтаются, опущены вниз. И, конечно же, давайте посмотрим на наши крылья. Крылья, видимо, сделаны из коробок от пиццы. Антонио Спица, там мы видим надпись. Либо из какого-то баннера. Нет, все-таки из коробок. Тут видно, что картонные коробки с жирными пятнами. И они склеены просто между собой. Часть этих коробок вырезаны и склеены между собой пластырем. А тут нарисованы маркером или красками, нарисованы пятна, как у бабочки на крыльях. Выглядят эти крылья довольно прикольно. Это наклейки. Сами крылья пластиковые. Это наклейки. И тут вроде как верхняя часть коробки, а тут нижняя. Эти все жирные пятна, они добавляют реалистичности. И все-таки мы понимаем, что черепашки склепали на быструю, на скорую руку эти крылья сами. Давайте попробуем прицепить крылья нашему герою. Там есть отверстие на панцире. И мы вставляем крылья в это отверстие. Вот и все. Крылья в отверстии. Держатся они. Держатся, они отлетают. И наш майки-черемуха может уже лететь на задание. Как мы помним, он сам не летал. Его носили черепахи, которые летали на каких-то подобиях дельтапланов. И носили его на тросах. И он приманивал кирби-бета. А что я умею? Артикуляция у фигурки стандартная. У него вращается голова. Наклоняется немного в стороны. Руки вращаются в плечах и сгибаются в плечах. Сгибаются в локтях и вращаются в локтях. И в лучезапясных суставах вращаются кисти. Ноги сгибаются и вращаются как в тазобедренных, так и в коленных суставах. Ну что ж, друзья, давайте попробуем приманить кирби-летучую мышь. Баз-баз-баз-баз. Я обычная насекомая. Я обычная насекомая. Давайте-давайте, летучие мыши, атакуйте меня. И появляется у нас кирби-летучая мышь, который проголодался и хочет сожрать нашего Микеланджело. Сейчас черемуха поразит своего главного врага. Получай! Вот смотрите, какое у них соотношение. Они практически равны по росту. И вот крылья и лапы кирби-бета делают его выше, чем Микеланджело черемух. Как видим, вполне фигурки соответствуют по размеру тому, что мы видели в мультфильме. Конечно же, у нашего майки есть и оружие. Это базовые вполне нунчаки. Такие, как шли в большинстве наборов с Микеланджело. У них такой прикольный скульпт. Сделаны тут выемки, ручек. Тут даже такие зазубрены, как будто во время боя или тренировок части нунчак были сбиты, отбиты, вмятины в них и цепочка стандартная. Нунчаки, конечно же, не покрашены. В базовой серии Playmates оружие персонажем своим не прокрашивает. Нунчаки, конечно же, легко крепятся Микеланджело в руки. И вот он уже может размахиваться и защищаться от противников. Вот так Микеланджело выглядит рядом с базовым Микеланджело. Скульпт отличается. Этот скульпт, который у Турфлайтела, он был использован у тех черепах, которые более были похожи на мультяшных и которые выходили с открывающимися панцирями. А вот так Микеланджело выглядит со своими братьями. Соотношение вполне вполне. Раф, конечно же, издевается от Микеланджело. Он говорит, Майки, а тебе идеально подходит этот костюм. Он классно дополняет твой образ. Ну а вот еще насчет покраски. Обратите внимание, как в мультфильме выглядит, как на этом арте выглядит Микеланджело. И тут эти трубы серые, перчатки, раз трубы у перчаток желтые, а сами перчатки с прорезиненными черными пальцами и ладонью. И это было бы намного круче, такой вид был бы у Микеланджело. И если бы ему покрасили вот эти его усики и глаза, также в белый цвет глаза вы покрасили, а обруч сделали бы черным, это было бы офигенно. И фигурка тогда бы намного круче выглядела. Playmates, как всегда, бачинят с покраской. Экономят, ленятся и не красят нормально фигурку. Как по мне, фигурка Playmates выполнена на троечку. Недокрас, как всегда, мешает наслаждаться персонажем. И, конечно же, эти усики и очки, которые постоянно будут спадать, они тоже являются минусом данной фигурки. Вообще, как часть мультфильма, как один из образов Микеланджело, окей, сойдет, не спорю, но, в принципе, могли бы сделать и получше. Своё мнение о фигурке оставляйте в комментариях, друзья. С вами, как всегда, был Гринланд. Кавабанга, чуваки. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok